Вот там тоже земля была навалена. Мы сдвинули трактором, щепень насыпали. Игорь Афонин здесь не живет. Он предприниматель. И вот цех находится прямо напротив Покровского собора. Казалось бы, святое место, за которым следит Бог, но не следят люди. Он туда дрова насыпал, сюда к нам машину ставил. Я говорю, ну убери дрова, дрова не убирал месяц, больше паска была. Они так лежали, почти до дороги. Ну как-то стыдновато перед церковью. Мужчина уверен, это место нужно облагородить, сделать приятным и удобным для прихожан храма. Так энтузиасты сами проводят субботники, убирают мусор между гаражами. А дальше они планируют убрать старые, почти заброшенные гаражи. На их месте сделать уютный сквер с лавочками и расширить парковку храма. Сейчас прихожанам на автомобилях во время службы просто некуда встать. И первым делом самое сложное найти собственников этих гаражей. Поиск владельцев уже ведут, с ними пройдут переговоры о переносе гаража. Если, соответственно, мы не найдем собственников и не придем к определенному знаменателю, то процедурный момент подразумевает администрации города Барнаула дать статус этим объектам как бесхозный. И дальше уже КУМС на основании этого статуса может снести, демонтировать эти гаражи. Администрация города готова помочь в этом вопросе. Но проблема с парковкой не единственная. Энтузиасты уже начали приводить в порядок Блиц лежащую территорию. Положили асфальт, построили тротуары. И в буквальном смысле столкнулись с тем, что некоторые жители вынесли свои заборы или пристройки за красную линию. Тротуары сузились и людям приходится ходить по краю дороги. А в зимнее время из-за сугробов и вовсе по дороге. Красная линия обозначает границу дорог и зон под коммуникацией. Ее нельзя пересекать. Это запрещено законом. За это предусмотрены очень серьезные штрафы. И собственно это будет даже самое безобидное. А в худшем случае администрация имеет полное право потребовать устранить нарушения. Привести в первоначальное положение все. Как только эти проблемы разрешатся, можно будет приступить к масштабному благоустройству, которое энтузиасты готовы сделать за свой счет. Расширить парковку, посадить деревья, поставить лавочки, а может быть и небольшой фонтан, чтобы люди могли отдохнуть, а перед храмом не было стыдно. Дмитрий Дроздов, Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.